Ровно на месяц спальный микрорайон «Новая Трёхгорка» превратился в мастерскую художников. 84 граффитиста трудились над созданием полотен. Причем холсты в этот раз заменили невзрачные фасады многоэтажек. Бетонные стены на глазах жителей меняли свои цвета и формы. В каждой картине скрытый смысл. Что хотел сказать автор, о чем он писал. Об этом посетителям музея под открытым небом рассказали экскурсоводы. В дальнейшем можно будет скачать мобильное приложение фестиваля и с помощью аудиогида посетить экспозицию. Причинули понимание людей, отношение к самим себе, к искусству и к своему микрорайону. Мы создали новый виток тренда на, скажем так, даже айдентике, на вот это место. И вот теперь надо развивать. Мы дали, скажем так, ветвь движения в правильное русло, куда нужно двигаться, чтобы развивать этот микрорайон, как именно этот бренд. Благодаря арт-фестивалю о новой треугорке услышал весь мир. Привлекательность этого микрорайона резко возросла. И теперь даже звезды задумываются над покупкой здесь жилья, чтобы быть ближе к шедеврам. Мы с Наташей когда-то покупали здесь вот в тех домах первые свои квартиры. Они были еще недостроены. И вот сейчас в этот момент думаешь, ну зачем же мы продали? Мы бы жили здесь вот среди такой красоты. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья президентскому гранту Дмитрию Левочкину и его команде удалось реализовать масштабный проект. 13 тонн фасадной краски, десятки тысяч баллончиков, 84 уличных художника с мировыми именами. Урбан-морфогенезис изменил само понятие уличного искусства. Это очень важное событие, которое обязательно должна поддерживать власть. И то, что губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, и то, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, да, в свой грант, поддержали это мероприятие. Это очень важно, потому что кроме культурного значения события, это еще огромная политическая сила, мягкая сила, soft power, о которой мы все говорим, которая позволяет народам быть ближе. Это здорово. Я считаю, что каждый город, каждый район должен быть индивидуальным, не похож на другой. Чтобы здесь собирались артисты, художники, дети, взрослые вообще, чтобы это было весело. У нас, к сожалению, много таких районов, которые не радуют глаз, скажем так. Надо заботиться о людям, потому что люди, взглянув на это, они себя будут чувствовать лучше, у них настроение будет лучше. На праздники прошли мастер-классы. Каждый мог приобщиться к уличному искусству и почувствовать дух времени. Сама идея фестиваля очень интересная, так как это и прекрасная возможность встретить людей, то есть так как иностранцы работают здесь в качестве художников. Также город стал намного ярче и масштабы рисунков просто реально классные. Я бросила свой отпуск, я приехала ради этого раньше на целый месяц, чтобы понаблюдать. Я здесь смотрела, удивлялась, восхищалась. Сейчас, конечно, гуляя по этому музею, так сказать, не выпуская телефон из руки, постоянно фотографирую, постоянно отправляю друзьям. Восторг вызывает полнейший, причем не только здесь, не в этой стране, все отправляю, все восхищаются. Приезжали друзья в отпуск, тоже, тоже полнейший восторг. Конечно, такого никто не ожидал, мечта. В течение всего дня на площадке работали известные музыканты, артисты. Задавал ритм диджей с мировым именем Scream One. Кстати, Алексей Винницкий когда-то начинал вместе с командой Дмитрия Левочкина. Они делали первые шаги в мире уличного искусства. Я родился в этом районе, самая молодость прошла в этом районе. Увлечение, собственно, всеми этими делами, которыми я сейчас занимаюсь, тоже произошло в этом районе. Поэтому такая, можно сказать, даже своего рода ностальгия. Даже встретила уже несколько ребят знакомых, которые, кстати, имеют отношение к организации данного мероприятия, с кем мы, собственно, начинали такой путь творческий. Группа компании «ФСК Лидер» поддержала идею Дмитрия Левочкина. В ближайшее время художники распишут подпорную бетонную стену в жилом комплексе «Сколковский». Для нас, как одного из крупнейших застройщиков Московской области, крайне важно, чтобы кроме инфраструктуры, которую строим мы в своих микрорайонах, создавались дополнительные арт-пространства, достопримечательности и какие-то культурные активности для жителей микрорайонов и ближайших территорий. Именно поэтому мы в том числе предоставили одну из площадок в рамках своего микрорайона для создания арт-объекта одним из художников, который принимает участие в этом фестивале. Высокую оценку работам художников дал известный скульптор Зураб Церетели. Он подчеркнул, что в каждом полотне чувствуется рука мастера, профессионала с большой буквы. Архитектура и искусство, и строительство, и это синтез, это радость, радость. И когда я смотрю, даже вот посмотрите, как покрашено, как это работает с далека, как работает. Арт-фестиваль показал, как за один месяц можно полностью переформатировать городское пространство и сделать его не только комфортным для жителей, но и привлекательным с точки зрения развития территории.